Здравствуйте, друзья мои! Сегодня расскажу, как поступить в лучшую школу Сибири, СУНЦ-НГУ, физмат-школу новосибирскую. Это школа, которая расположена в городе Новосибирске, в Академгородке, 20 километров от центра, и относится, она есть подразделение Новосибирского государственного университета. Действительно, топовая школа, там преподают топовые преподаватели из НГУ, школьники каждый год занимают лучшие места на Олимпиадах и поступают в лучшие вузы по ЕГЭ, тоже результаты там самые высокие в области обычно. Ну, в рейтингах, короче, все там в топах. Я сам когда-то там учился и поступил в МГУ после этой школы, поэтому добавлю еще немножко своего личного опыта. Так вот, учиться там в девятом, десятом, одиннадцатом классе, но это не значит, что вы можете поступить туда только в девятый класс, вы или там ваш ребенок, в зависимости от того, кто смотрит. Смотрите, можно поступить туда либо в девятый класс и учиться три года, либо в десятый класс учиться два года, либо в одиннадцатый учиться, соответственно, один год. Все потоки хороши, везде учат хорошо, честно вам скажу. Вариантов поступить довольно много, давайте разбираться. Кстати, в конце расскажу вам, как поступить вообще без экзаменов туда, принести документы и вас возьмут. Но это в конце, досматривайте. Итак, для того, чтобы поступить туда, надо пройти конкурс. Недостаточно просто принести документы, сказать, хочу у вас учиться, туда все-таки идет отбор. И надо будет поучаствовать в летней школе. Летняя школа это то, что проходит в августе, перед началом учебного года, длится около трех недель. И по ее результатам в конце дети пишут экзамены, по которым могут поступить уже в сам СУНС, в саму физмат-школу. Да, замечу, что в физмат-школе дети живут. Там есть общежитие, интернат, очень удобно расположены, метров 10 между школой и общежитием. Это классно на самом деле. Там детей кормят. Короче, полный пансион, главное, учитесь и впитывайте знания. Очень хорошая там атмосфера, потому что представьте, ребята со всей Сибири, хотя там у нас были, когда я учился, и не только в Сибири, очень много ребят было с Казахстана, оттуда тоже поступают. В общем, и все эти ребята замотивированы на учебу. Короче, коллектив собирается супер-классный, очень рекомендую рассмотреть эту школу. Так вот, для того, чтобы попасть в летнюю школу, вам тоже придется пройти какой-то отбор. Ну, какие-то результаты получить где-то. Первые, смотрите, я тут выписал вариантов поступить очень много. Первое, это участники могут туда пойти. Заключительного этапа Всесибирской Олимпиады. Всесибирская Олимпиада это то, что как раз проводится Новосибирским университетом. По профильным предметам. Физика, математика, химия, биология. Короче, все, что связано с естественным научным таким профилем. Дальше. Участники заключительного этапа Олимпиад не только Всесибирской, но и других. То есть, перечневых Олимпиад тоже могут участвовать в летней школе. Ну, понятно, что если вы какую-нибудь там Уральскую Олимпиаду, там, поучаствовали в ней, заняли место, не будет такого, что вам в мае придет приглашение из летней школы. Нет, они же не могут рассылать всем людям, кто поучаствовал в Олимпиадах, эти приглашения. Вы должны все-таки о себе как-то заявить. Позвоните им. Я оставлю вот ссылочку на сайт школы внизу. Там абсолютно адекватные люди. Они вам ответят. Все по-доброму. В общем, хорошие люди. Звоните, пишите. Вам обязательно ответят. Так вот. Дальше. Если вы вдруг во Всероссийской Олимпиаде дошли до регионального этапа, то тоже можете поучаствовать потом в летней школе. Еще вот этот важный момент. Смотрите. Основная часть детей поступает туда по заочной школе. Заочная школа – это то, что проводится в течение года. Как это происходит? Допустим, вы сейчас девятиклассник. Ну или у вас ребенок учится там в девятом, да даже в восьмом, седьмом классе. Неважно. Вы можете зайти на сайт, скачать там задания и выполнять дома задания. Допустим, там по физике. Эти задания вы выполняете. Дальше их отправляете либо в электронном виде, либо по почте туда вот в Новосибирск, в физмат-школу. Там их проверяют и высылают вам следующие задания. И так происходит в течение года. Если вы молодец, там выполняете задания на хорошие оценки, то по результатам этой заочной школы вам приходит в конце года приглашение на летнюю школу. Все. Едьте, участвуйте, потом поступайте в физмат-школу, учитесь, поступайте в лучшие вузы. Смотрите, вам какой роудмэп я нарисовал. Заочная школа – там много участвует людей, и каждый год очень много. Большой процент людей вот туда поступают. В заочной школе, кстати, можно участвовать не только в тот год, когда вы хотите поступать. Можно и заранее. Там даже для пятиклассников, по-моему, есть. Все это тоже есть на сайте школы. Заходите, смотрите. Заочную школу рекомендую. Дальше. Если вы участник, или ваш ребенок участник, турнира юных физиков, юных химиков, юных биологов, юных... Кого там еще? Ну, кого-то. Короче, участвуйте в турнирах тоже. Говорите, звоните, говорите, я такой-то молодец, у меня есть регалии. Не хотите ли вы позвать меня в летнюю школу? Дальше. Победители и призеры научных конференций. Участвуйте в научных конференциях. Ну, почему бы вас не позвать? Вы молодец. Вас тоже могут пригласить, чтобы вы там участвовали. То есть им нужны умные, замотивированные, одаренные, но не люблю слово одаренные, все-таки лучше говорить, целеустремленные дети. Дальше. Участники профильных смен. Сама школа тоже проводит там всякие профильные, там, выездные даже смены. Короче, участвуют, тоже можете посмотреть на сайте, поучаствовать в них. Если все будет хорошо, вы можете претендовать на участие в летней школе. Слушатели курсов с УНЦНГУ, то есть самой физмат-школы и Новосибирского государственного университета. Ну, вдруг вы какие-нибудь онлайн-курсы сейчас прослушали, по их итогам там написали какую-то работу и все, вы молодцы, тоже вас позовут. Так, проходят также каждый год дистанционные собеседования обязательно, то есть они еще набирают из разных регионов России ребят по дистанционным собеседованиям. Когда я учился, дистанционных собеседований не было, сейчас все круто, все есть, раньше преподаватели ездили прямо по России. Сейчас, я так понимаю, все это в дистанционном формате, то есть если они видят, что вы хорошо разбираетесь в предмете, вас тоже могут позвать. Так, ну и конечно же еще один есть результат, если так получилось, что вы дотянули, допустим, до июля месяца, но нигде не участвовали, у вас нет там победителей, призеров, вы все равно можете приехать и по вступительной олимпиаде, но вдруг вы очень круто разбираетесь, но вот так получилось, что не участвовали ни в коей олимпиаде, вы можете по вступительной олимпиаде попасть в летнюю школу. Еще раз напомню, летняя школа три недели, потом после нее пишите экзамены и по ним можете поступить. Да, друзья, если вам интересна физика и математика, заходите ко мне на канал, там я рассказываю, стараюсь максимально простым языком. Даже если вы не хотите поступать в физмошколу, тоже заходите, там ЕГЭшные и всякие другие темы рассказываю. Ну а теперь самая конфетка. Если вдруг вы захотите поступить вообще без летней школы, а просто прийти, принести документы, сказать, смотрите, какой я классный, хочу поступить. Что вам нужно сделать? Вам нужно быть участником заключительного этапа Всероссийской олимпиады. Это первый вариант, то есть если до заключительного этапа дошли, то вас возьмут без экзаменов. Дальше. Победители регионального этапа Всеросса. То есть если регион вы не просто поучаствовали, а еще и выиграли, то пожалуйста. Но заметьте, будьте осторожны, не будьте самонадеянны, уточняйте эту информацию, потому что а вдруг будет очень много участников, например, или там победителей региона, участников заключительного этапа. А вдруг по рейтингу вы где-то будете внизу, поэтому аккуратно, лучше позвонить, уточнить, будут ли в этом году принимать с такими результатами. Дальше. Победители заключительного этапа Всесибирской олимпиады. Помните, да, Всесибирская это олимпиада, которую проводит Новосибирский университет. Если дошли и победили в заключительном этапе, все, вас берут уже в физмат-школу, не в летнюю школу, в физмат-школу, в СУНС без экзаменов. Так. Участников смен по олимпиадной подготовке. Ну, понятно, что вы не просто должны поучаствовать в них, а получить хорошие там результаты, в зависимости от того, что в этих сменах будет происходить. Опять же, есть на сайте про них. И участники выездных школ. По результатам выездных школ же тоже какие-то собеседования, контрольные. Если все в них будет у вас вот огонь, то можете претендовать даже на поступление без экзаменов. Короче, какой вывод? Дорога в физмат-школу это не один такой путь. Много вариантов. И если вы интересуетесь естественно научным профилем, то всегда есть вариант туда поступить и обеспечить себе хорошее потом поступление в топовый вуз. Поймите, вот это вот общество, которое там собирается, оно мотивирует. Даже если вы не чувствуете себя сверхуверенным, все равно идите в физмат-школу. Я вам очень советую. Это будет прям шаг вперед в будущее. И поступите в очень хороший вуз. Учитесь. Успехов вам. Продолжение следует... Продолжение следует...